Пресс-конференция 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 И сегодняшние проекты, научная дипломатия, я бы хотел просто определить вектор того, о чем мы будем говорить, сфокусироваться именно на научной дипломатии сегодня, которая раскрывает возможности для международного сотрудничества не только в научной, но и в гуманитарных проектах, в бизнес-проектах, в деловых контактах. Дело в том, что ученые из-за жажды знаний готовы коммуницировать и работать совместно над различными проектами. Это открывает двери и для дипломатических отношений, которые, как я сказал, уже могут действительно служить возможностью хороших дружественных контактов, которые позволяют уже и развивать отношения в разных сферах. Вот об этих разных сферах сегодня будет сегодняшний разговор, а в конце будет уже подведение некоторых итогов, потому что сегодня также мы посмотрим некоторые проекты, которые удалось реализовать, и как они смогли позитивным образом сказаться на развитии наших отношений с Папово-Новой Гвинеей и с регионом Южных морей. Сейчас я хочу предоставить слово Игорю Владимировичу Бондарчуку, начальнику отдела по связям с международными организациями Управления информации и связям с международными организациями Комитета по внешним связям Петербурга. Пожалуйста, Игорь Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Позвольте мне в начале сегодняшней пресс-конференции озвучить приветствие от члена правительства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по внешним связям Григория Евгения Дмитриевича, участникам сегодняшнего мероприятия. От имени правительства Санкт-Петербурга приветствую организаторов и участников пресс-конференции, посвященной отношениям Российской Федерации с независимым государством Папуа-Новой Гвинея и приуроченной к 300-летию Российской Академии Наук. Российская Академия Наук, символ научного прогресса и культурного наследия, играет ключевую роль в формировании будущего нашей страны. За свою историю Академия сделала очень много открытий, прославивших нашу Родину. Сегодня, учитывая сложную геополитическую ситуацию, ее фундаментальный труд становится крайне важным для технологического и интеллектуального суверенитета России. Россия все больше ориентируется на Восток. В этой связи мы уделяем особое внимание взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеатского региона, включая независимое государство Папуа-Новую Гвинею. И в этой связи особо хочется поблагодарить основателя и директора фонда имени Миклуха Маклая, руководителя Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения РАН, президента Всероссийской Ассоциации следователей Южно-Тихоокеанского региона Николая Николаевича Миклуха Маклая за значительный вклад в популяризацию изучения данного региона. Акцент на отечественную историю и славные традиции Родины очень важен для патриотического воспитания граждан, в особенности молодежи. Уверен, что совместная работа будет способствовать дальнейшему исследованию актуальных тем политики, истории, экономики и культуры региона, включая вопросы региональной безопасности и российской дипломатии. Член правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Дмитриевич Григорьев. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Олег Берр, Колобекович Олег Беров, директор Института Востоковедения Российской Академии Наук. Он также с нами на прямой связи. Расскажите нам, пожалуйста, планирует ли институт совместную экспедицию с фондом Миклуха Маклая в Папуа-Новую Гвинею? И как ученые обрабатывают материалы, которые привозит Николай Николаевич? Что является результатом? Добрый день. Безусловно, каждый материал, который привозится экспедицией, является очень ценным для нас. И мы накапливаем фонды, и мы изучаем эти фонды. Институт Востоковедения, конечно же, является головной организацией гуманитарного профиля по изучению Востока. И у нас в условиях поворота на восток институт Востоковедения и так был повернут на восток. Поэтому сейчас мы на самом деле находимся абсолютно в унисон, работаем с текущими потребностями страны, выстраивание позитивных, конструктивных взаимоотношений, диалога с нашими восточными партнерами. И очень важно, что восток, он очень большой, он очень разный. И восток, это больше, можно сказать, это большая часть Евразии. И даже понятие Большого Востока входит, и Культурного Востока входит, и Северная Африка. Поэтому это огромные регионы земного шара. И у нас в Институте Востоковедения есть целый ряд экспедиций, более 12 экспедиций, и археологических, и антропологических, и лингвистических. И экспедиция Николая Николаевича, Миклуха Маклая, Папа Новогенея, безусловно, является одной из таких важных для нас экспедиций. Другие экспедиции могу вам очень кратко рассказать. Фактически у нас больше 10 лет, а на самом деле еще больше, еще начиная с советских времен, была советская, советско-еменская экспедиция комплексная, и сейчас продолжается эта экспедиция, и сакатрийская комплексная экспедиция. Мы даже им разработали алфавит сакатрийцем, это особый язык в рамках семитских языков. У нас есть экспедиция Куценкова в страну Дагонов, это фактически, Дагоны живут в Мали, тоже очень интересный народ, очень интересные культурные, там фактически мы видим, насколько там интересно, потому что это совершенно другая культура, другая система ценностей. У нас есть совместные экспедиции со многими странами, это российско-сирийская экспедиция, российско-иракская комплексная экспедиция, российско-абхазская, российско-Таджикистан у нас есть совместная с Таджикистаном, в Каракалпаке есть это, в Узбекистане. Сейчас планируется Судан, Египет, безусловно, у нас три экспедиции изучает Древний Египет, то есть фактически, и мы планируем Саудовской Аравии копать, и в других странах. То есть я хочу сказать, что комплексное изучение Востока, причем в разных формах, не только археологическое, но опять же антропологическое, не менее важное, это на самом деле дает нам понимание глубинных каких-то процессов нашей собственной культуры, потому что всегда сравнительно есть такой метод, который является универсальным для изучения культур и мы фактически все эти теории культурные и цивилизационные теории, они зарождались как раз на основе изучения различных культур. Поэтому то, что делает экспедиция Николая Николаевича Николуха Маклая, это, безусловно, является изучением каких-то фундаментальных, глубинных процессов, социальных в том числе и культурных, которые имеют прикладное значение, не только такое общетеоритическое. Поэтому, безусловно, экспедицию поддерживать будем по мере сил. Конечно, существуют какие-то такие сложности у нас, что у нас есть государственные задания, и в рамках государственного задания мы вписываем различные направления и результатом работы наших экспедиций, наших ученых и центра, который возглавляет Николай Николаевич, является как раз написание монографий, написание статей, генерация нового знания. И фактически мы обязаны, как научные сотрудники, как ученые, эту информацию научную, это новое знание, дать обществу. То есть мы должны быть полезны обществу, и в этом смысле мы играем еще такую роль, стараемся быть просветителями. И еще очень важно, что мы являются такими медиаторами в межкультурном диалоге разных культур, и нам это очень важно, потому что понимание культуры другого, в том числе другой страны, другой культуры, делает нас тоже ближе к этим культурам, и на этой основе мы можем выстраивать конструктивные и очень важные и для нашей страны, и для тех стран, которыми мы взаимодействуем, в данном случае Папу и Новая Гвинея, конструктивные взаимодействия на благо процветания наших народов. Это вот такой практический выход из наших гуманитарных, казалось бы, далеких от практики наших студий, но они имеют чисто прикладное, в том числе очень важное значение, потому что понимание – это доверие. Доверие – это основа взаимодействия, в том числе экономического и во всех других областях. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а чем нам интересна Папуа, Новая Гвинея для России? Ну, в первую очередь, это традиция, которую фактически, можно сказать европейцам эту землю открыл Николай Николаевич Николоха Маклай, и это, можно сказать, в научном освещении этой проблемы, этого вопроса, именно наш, наш приоритет нашей науки, и мы очень гордимся, что действительно это наша научная школа открыла эту культуру, уникальную культуру, и мы продолжаем заниматься, и фактически это очень тоже имеет важное значение, это предмет гордости. Если вы видели, совсем недавно была переиздана доработанная версия многотомного издания трудов Николая Николаевича, предка нашего Николая Николаевича, Николоха Маклая, где нам удалось очень многие факты и вот команде Николая Николаевича удалось доработать с учетом тех знаний, которые мы сегодня имеем, и это фундаментальное исследование, наверное, на все века, которое описывает так глубоко историю этого уникального края. Кто обрабатывает материалы эти, вот сам Николай Николаевич, или у вас еще подключаете своих ученых, и что является результатом обработки этих материалов после экспедиции? На самом деле экспедиция, это, конечно, такая полевая работа, она включает в себя очень, поскольку это всегда комплексная работа, фиксируются разные интересные, в том числе и фольклор, в том числе какие-то обычаи, в том числе, ну, соответственно, конечно, фольклорные данные, они тоже имеют значение, какие-то материальная культура, то есть это этнография, в том числе, вот, и в том числе изучается все, что касается культурологии, то есть культуры, поскольку культура это совокупность различных проявлений в различных областях, особенности политической системы, это тоже часть культуры политической, вот, и потом эти материалы привозятся в Москву в разных формах, в письменных, в виде видео, аудиозаписей, и обрабатываются, и, конечно же, есть команда, у нас очень большой отдел Юго-Восточной Азии, и специально было выделено направление, как раз изучение именно островов, океани, вот именно этого ареала, и фактически команда специалистов, которые со знанием языков различных, не только Папа, Нового Гюнея, но и других языков, вот, и иногда, вот, в частности, вот, в стране Дагонов, где Мали, наш исследователь, ему пришлось стать, он стал названным братом, он, он, он стал частью племени, у него, у него есть даже это племенное имя и фамилия, он, его, его приняло племя, и он это описывает изнутри, у Николая Николаевича другая ситуация, он там укоренен изначально, он, когда туда приехал, его приняли именно как, то есть, он вписан вообще в историю, и его фамилия, его, так сказать, работа, она очень хорошо вписывается именно в эту традицию, и фактически мы потом смотрим, и очень часто, конечно, я не раз тоже связывался, задавал вопросы, то есть, есть вопросы, которые у нас возникают, мы их задаем, и экспедиция там на месте разрабатывает эту тематику, изучает, то, что и представляет интерес, особенно сравнительных исследованиях, вот, ну, в основном, конечно, инициатива руководителя проекта, он определяет направление в рамках общей программы исследования института, по профилю института, и, соответственно, потом обрабатывается материал, и увлекаются материалы, и они становятся помимо всего прочего, Николай Николаевич имеет возможность встречаться с разными большими людьми, там, официальными в том числе, его принимают как человека, который знает традицию и доверяют, и в этом смысле это еще и возможность научной дипломатии в чистом виде, не только науки, но и научной дипломатии, и в принципе мне кажется, что сейчас такое время для нашей страны, что мы безусловно должны открывать все двери, мы достаточно долго не смотрели на восток, не смотрели в сторону Азии, были целиком сосредоточены на западе, на Европе, на партнерстве евроатлантические, какие-то вот эти все проекты большие, вот, но на самом деле российский герб имеет две головы, поэтому вторая голова не менее важна, чем первая, поэтому сейчас обращение к востоку и усиление каких-то связей, в том числе научных, мне кажется, это чрезвычайно важно, это одна из приоритетных задач института на современном этапе. Спасибо большое, Олег Берр Колобекович, я сейчас хочу предоставить слово господину Симбу, спасибо большое, подключайтесь, пожалуйста, к нам, что вы нашли время и доехали, присоединились к нашей пресс-конференции благодаря современным технологиям. Господин Симбу, мы знаем, что вы родились на берегу Маклая, расскажите, вы с детства знали о русском ученом, который посещал ваши места в 19 веке? Поздравляю всех вас с замечательным Пьем, спасибо за предоставленную возможность. Спасибо большое, что вы предоставили мне возможность быть частью этой очень важной пресс-конференции. Я впервые узнал историю Миклуха Маклая-старшего, когда я был студентом университета в 1980-90-х годах. И это лишь символично, потому что я происхожу родом из деревни Бонго, и это именно та деревня, куда приехал Николай Николаевич Миклуха Маклая-старший и поселился там и жил среди местного населения в 1871 году. И когда Николай Николаевич Миклуха Маклая-старший впервые приехал с экспедиции в Папуа-Новую Гвинею в 2017 году, я с ним познакомился, и я с нетерпением ждал его визита, и мы стали очень хорошими друзьями, и он стал моим названным братом. И так же, Джуни Миклуху Маклая также поехал в городе в его исследованиях, в Бонго-веллитях, для создания его экспедиции и исследования современного жизни моего народа. И я его компанировал и также поехал в городе. Николай Николаевич он также в части своей экспедиции посетил мою родную деревню, деревню Бонгу, и проводил исследования жизни, традиции, обычаев моего народа. моего народа. И мы с ним много общались и пришли к заключению, что будет очень важным учредить подразделение фонда Николая, фонда Миклуха Маклая в Папуано-Огвине, и таким образом мы решили зарегистрировать компанию. Фонд Миклуха Маклая Миклуха Маклая также является членом правления данного фонда. основная идея учреждения данного фонда в Папуано-Огвине была в том, чтобы поддерживать и развивать уже существующие тесные связи с фондом в Санкт-Петербурге в России и укреплять наше взаимодействие в части культурного взаимодействия, студенческого обмена и многих других сфер. И через это мы сейчас фондом ПНГ мы обеспечили нашу землю в Порт-Морсбе, где мы будем расположить офис Миклуха Маклая фондом в Порт-Морсбе и capital city Папуано-Огвине. В столице Папуано-Огвине, городе Порт-Морсбе нам специально был выделен участок, земельный участок под фонд Миклуха Маклая и таким образом мы открыли там офис и сейчас он существует. как я уже упомянул, естественно, этот фонд имеет правление, совет директоров, членом которого помимо Николая Николаевича и Миклуха Маклая младшего являются также старшины нашего клана деревни Бонгу и Горгаси. Господин Асель Туй. И господин Асель Туй. Да, он является председателем Совета Правления. Спасибо. Программ историк. Yes, and I think some of the programs we're already looking at developing between the two foundations from Russia and Papua New Guinea is a cultural exchange for our youth, young students or students who can go to Russia and study their culture in Russia and we can also have Russian students learn our culture in Papua New Guinea. And oba подразделения фонда Николая Николаевич и Николая Маклая реализуют различные программы направленные на развитие нашего взаимодействия в культурной сфере. Мы активно пытаемся содействовать обмену студенческому и дать молодым студентам, молодому поколению из Papua New в Гвинеи посетить Россию чтобы изучить культуру этой страны и также студентам из России погрузиться в культуру Папуана в Гвинеи. Yes. Also we would like to do some work to record historical stories from the different not only from Меден maybe Райкос but other districts in Меден province and also in other provinces we would like to do the study to record them. In Papua New Guinea we also have many different languages it's nearly 800 languages so we have a big challenge to record these languages too so we would like to do some of that work Yes. Мы также стараемся записывать фиксировать различные сказания различные легенды не только лишь из нашего родного региона провинции Маданг и непосредственно берега Маклая или берега Рай но также из других провинций других локаций и записывать и фиксировать языки потому что Папуана в Агвинея отличается огромным разнообразием языковым в ней насчитывается более 800 языков и документация этих языков представляет собой очень сложную задачу В России национальные либерии и архивы, в России национальные либерии, и в России национальные либерии, и в Университете Попенюгиней, это сделает нам удобнее работать. В России национальные либерии, и в России национальные либерии, и в Университете Попенюгиней, это сделает нам удобнее работать. Продолжение следует... Я знаю Пиджин, и моего языка, языка Бонгу, и Пиджин – это языка, где все Попенюгинские говорят. И я имею в виду хиримоту. Хиримоту – это языка, которая говорила вокруг Потмошби. И также я говорю на хиримоту – это диалект, на котором говорят в основном жители столицы, Портморсби. И английский. Вы забыли о английском. О, да, это правильно. В английском должен быть четвертый язык для меня. Мы будем считать, что английский – это четвертый язык для меня. Господин Симбу, скажите, пожалуйста, а вот старосты на побережье Маклая считают Миклуха Маклая-младшего большим другом? А что нужно сделать, чтобы добиться такого уважения со стороны коренных жителей? Симбу, есть еще одна вопрос. Элдерси на Маклая Coast consider Николай Миклуха Маклая, Jr. Это их родители. Что нужно сделать в том, чтобы достать старый родитель? Элдерси – это хорошая вопрос. Я думаю, что, как я рассказала, о том, что мы имеем в виду, Это очень хороший вопрос. Спасибо вам. Я считаю, что как раз-таки фонд Миклуха Маклая, который мы сейчас открыли в ПНГ, он будет являться таким мостиком или связующим звеном. И особенно это важно для старейших нашей деревни, поскольку они хотят, чтобы молодое поколение, чтобы их дети, они больше узнавали и изучали историю культуры России. Я считаю, что детям, которые обучаются в начальной школе и далее в старших школах, также очень важно дать возможность узнать, что же сделал Николай Николаевич Миклуха Маклая старший. И очень важно, чтобы наше старшее поколение, которое знает эту историю и знает, и чтит, и сохраняет традиции, образ жизни нашего населения, чтобы это передавалось от старшего поколения к младшему поколению. И, конечно же, очень важно продолжать укреплять отношения в научной сфере. И продолжить ту работу, начало которой было положено Миклуха Маклая старшим, и ту работу, которой занимается, продолжает делать Николай Николаевич Миклуха Маклая младший по сохранению наших традиций, нашей культуры. Спасибо большое вам. Наверное, еще будут вопросы. Не отключайтесь полностью от нас. Николай Николаевич, уже прошло полгода с тех пор, как вы вернулись из последней экспедиции. Как вы можете оценить результаты ваших научных экспедиций в Папуа-Новую Гвинею? И какие планы у фонда на этот год? И напомните, сколько всего было экспедиций? Мы начали свою деятельность по реализации научных проектов в 2017 году. И фактически первая российская экспедиция, которая возобновила не просто интерес, а научные исследования в этом регионе, она как раз стартовала при организационной поддержке фонда. И в эту экспедицию отправилась ученая из Москвы и Санкт-Петербурга, фактически открыв для себя заново эту страну, которую действительно мы знали под дневниками Николая Маклая, в которую мечтали многие попасть, потому что удивительнейшие рассказы о традициях, культуре, о уникальном разнообразии не только языков, а еще и различных моделей поведения людей в этой стране, они действительно всегда были интересны. Поэтому с 2017 года у нас идут экспедиции. Только в том году я... Следующая экспедиция была уже в 2019 году, а в последующем уже в 2023 после ковида две экспедиции. Но помимо экспедиции у нас проводилась серьезная работа именно в Папу-Новую Гвинею по действительно культурным проектам. Вот Джек Симбург рассказал о российском кабинете, Джек Симбург рассказал о том, что мы там занимаемся проектами образовательными, и действительно так. То есть мы проводили там обучение русскому языку, и вот просто Джек не попал на некоторые курсы русского языка, но я уверен, что через некоторое время он уже это будет знать, потому что вот на Бангуанском-то я могу ему сказать «Канабелен», и это будет «Добрый день», да? А вот по-русски я не помню, помнит он или нет. Конечно, это все налаживает связи, и помимо, если говорить о научной части, то в ходе последних двух экспедиций собран огромнейший материал, который в большинстве еще находится в обработке, но уже выпущены две статьи, уже написано несколько глав книги, которые будут в этом году представлены на суд, и в которых будут опубликованы впервые вообще материалы, которые позволили мне, в том числе и благодаря Джеку Симбу, открыть и сохранить некоторые уникальнейшие моменты истории и традиции об этом регионе. Ну и я считаю важным моментом то, что итог работы, который мы проводим именно в Папу-Новой Гвинеи, мы знакомим с этим итогом Папу-Ново-Гвинеевскую сторону. Дело в том, что они прекрасно знают о созданном онлайн-музее, который сделан из их экспонатов, и благодаря Майклу Самару, основателю государства, первая коллекция приехала в Россию. В последующем была собрана благодаря всей группе на берегу Маклая и передана специально в Россию для демонстрации. Это все представлено в онлайн-музее, который фактически знакомит нас с уникальной культурой, но в то же время сохраняет для молодежи уникальную культуру Папу-Новой Гвинеи, которая в связи с глобализационными процессами, в связи с влиянием цивилизации, в связи с развитием инфраструктуры, навряд ли сможет сохраниться еще многие-многие годы. И поэтому эта работа, конечно, важна не только для российской науки, а это принципиально мировая задача сохранения этих традиций и культур, которые могут быть утеряны. Ну, мы должны знать, что вообще, в принципе, научная дипломатия, вот то, о чем мы говорим, мы начали именно с того, что мы взяли исторические документы и факты, которые Миклух Маклай описывал, и на примере их начали знакомить Папу-Новой Гвинеицев с тем же наследием, которое у нас есть. Я вам должен сказать, что при встрече с Майком Самаре, это основатель государства, еще в 2017 году, он был очень удивлен, насколько российская наука, российские музеи и российские ученые хорошо знают его страну. Я представил ему и экспонаты, и представил книги о Папу-Новой Гвинеи, и он удивленно спросил, а почему же мы об этом не знаем? И вот это фактически стало первым шагом к тому, чтобы налаживать мосты, потому что, разумеется, великолепнейшие подготовленные материалы, выверенные статьи, которые основываются на источниках. Это хорошая работа для ученых, но она должна служить людям. И один из способов служения – это научная дипломатия, позволяющая развивать добрые отношения, знакомить через культуру, через традиции с обе стороны, и налаживать тем самым доверительные отношения. Как сказал прекрасно Джек Симбу, что я хорошо знаком с премьер-министрами, со всеми премьер-министрами с 2017 года знаком, и с предыдущим, и с основателем государства, и с многими губернаторами. А почему? Дело в том, что они очень ценят, когда их культуру сохраняют. И не просто так, не для себя, не во имя своей выгоды, или написания двух-трех статей, во имя того, чтобы действительно это служило интересам человечества, потому что культура у них интересна. И в этом регионе мы представляем значительную силу в плане научного знания. С точки зрения научного центра, который открыт, и вот Олег Пиркобевич говорил о том, что, конечно, Институт Востоковедения – это фактически кладезь ученых, которые занимаются разным регионом. Но и здесь должно отдать должное тому, что наш отдел и уже открытый центр в 2020 году действительно на настоящем моменте изучает и работает достаточно серьезно с этим регионом. На основе его, этого центра, и при поддержке фонда Миклуха-Макай была открыта ассоциация исследователей Южно-Океанского региона. Олег Пиркобевич, кстати говоря, является тоже одним из попечителей, так же, как и член правительства Григорьев, которые правил предложения. А эта уже ассоциация объединяет всех ученых-исследователей этого региона, позволяет делиться этими знаниями. И вот эта возможность объединиться и делиться вот этой информацией между собой и позволяет и ученым расти, и позволяет находить новые способы для образовательных проектов, потому что это знание должно каким-то образом служить и молодежи, и для выстраивания экономических отношений. Когда мы читаем дневники Миклуха-Макай 150-летней давности, думая, что Папу Новый Гвинея до сих пор еще находится на том этапе уникальным и интересным, который описал Миклуха-Макай, мы глубоко ошибаемся. Папу Новый Гвинея – лидирующая страна из островных государств и в экономической сфере. И здесь же, опять же, ученые могут помогать в развитии этих отношений. Недаром в Папу Новый Гвинею тем летом посетили лидеры Соединенных Штатов, Индии, Китая, точно так же и Австралии сотрудничают и дружат именно потому, что существуют и экономические вопросы. И вот наша задача, как ученых российских, и эту информацию раскрыть для и бизнеса также. То есть дипломатия научная, она объединяет возможности, дает возможность в различных сферах, действительно, через знания и традиции, и культуры, получить и знания о возможности коммуникации на государственном уровне, что и делает науку, служащую во благо науки и человечества. Спасибо большое, Николай Николаевич. А сейчас у нас есть немало вопросов. Я хотела бы их задать. Ну, например, Игорю Владимировичу. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, недавно губернатор провинции Маданг господин Парива выступил с инициативой установления побратимских отношений с Петербургом. Мы знаем, что ваш комитет занимается вопросами взаимодействия с зарубежными партнерами нашего города. Как комитет оценивает перспективы установления тесного сотрудничества с провинцией Маданг? Спасибо большое за вопрос. Как уже сегодня было сказано, в современных геополитических условиях Россия все больше внимания обращает на страны Востока, ориентируется на Восток. И в этой связи комитет по внешним связям также уделяет особое внимание взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая и независимое государство по плановой обвине. Мы считаем, что такое сотрудничество имеет большой потенциал и будет перспективно для обеих сторон. Потому что по плану в Агвинея предлагает широкий спектр деловых возможностей для петербургского бизнеса. Есть возможность обмениваться опытом в различных областях, такие как культура, образование, туризм. И комитет, конечно же, готов поддержать вот эту инициативу, предложенную губернатором провинции Маданг, оказать помощь в установлении контактов и в развитии сотрудничества Санкт-Петербурга и с провинцией Маданг. Комитет помощи в связи всегда придерживается принципа конкретности. То есть мы за конкретные предложения, за конкретные действия. У нас подготовлен ряд предложений для провинции Маданг. Мы, соответственно, ждем с той стороны до ответных предложений и готовы обсуждать и взаимодействовать. Скажите, спасибо большое. Приближается день дипломатического работника, который в России отмечается 10 февраля. Как вы оцениваете отношения, которые установились в Папуа-Новой Гвинеи в последние годы? И вот пользуетесь ли вы какими-то материалами экспедиции Николая Николаевича Миклуха-Маклая? Свою работу по взаимодействию с Папуа-Новой Гвинеи комитет осуществляет при непосредственном взаимодействии с Ассоциацией исследователей Южно-Тихианского региона и с фондом сохранения истинно-культурного наследия имени Николая Миклуха-Маклая. В 2020 году состоялось первое в истории нашего города мероприятие, посвященное этой стране. прошел фестиваль Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге. Кстати, на этом мероприятии, на открытии этого мероприятия губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов подчеркнул, что наша страна была одной из первых, которая установила дипломатические отношения с Папуа-Новой Гвинеи. В рамках этого фестиваля посетители могли ознакомиться с уникальными экспонатами, представленными фондом. Состоялась премьера документального фильма «Возвращение Маклая в экспедиции», как раз вот о тех экспедициях, о которых Николай Николаевич уже рассказал. А в 2021 году прошел международный симпозиум «Россия по Папуа-Новой Гвинеи». Это мероприятие было приурочено в 45-й годовщине установления дипломатических отношений между нашими странами. Надо еще вспомнить, что в 2022 году комитет помогал в организации проекта, инициатором которого выступил фонд. Проект назывался «Россия в регионе Южных морей. Практика сохранения историко-культурного и научного наследия». Направлено как раз на развитие позитивного имиджа нашей страны и развития взаимоотношений со странами Азиатско-Тихиатских регионов, в том числе и Папуа-Новой Гвинеи. Спасибо большое, Игорь Владимирович. А сейчас у нас есть вопросы к Олегберу Колобековичу. Скажите, пожалуйста, как могут повлиять научная работа ученых институтов Папуа-Новой Гвинеи на развитие дипломатических вязей? И есть ли в этом актуальность? Ну, как ни странно, непосредственно оказывается влияние исследования наших специалистов, потому что помимо фундаментальных исследований мы еще занимаемся экспертным сопровождением реальной политики российского государства. И это означает, что когда возникает необходимость решать какие-то сложные вопросы, в том числе международные, в том числе достаточно сложные, мы подключаем экспертов, и эксперты вырабатывают какие-то рекомендации, и очень часто эта работа происходит с участием представителей и экспертов тех стран, которые мы изучаем. В данном случае, слава Богу, у нас нет каких-то сложных противоречий в отношениях со странами именно этого региона, и здесь научная дипломатия, она скорее, так скажем, дополняет ту работу дипломатов, которую они проводят, и мы таким образом можем выступать как носители такой информации экспертной, пишем справки, обосновываем какие-то, когда поступают к нам какие-то заявки больших компаний заинтересованных в сотрудничестве, мы, наши специалисты, пишут, что может быть интересно. Спасибо большое, Олег Берр Колобекович. Сейчас мне хотелось бы все-таки спросить у Николая Николаевича, как вы всесторонне стараетесь развивать связи с Папуа-Новой Гвинеей в научной и гуманитарной сфере и, в принципе, достигли неплохих результатов, учитывая, сколько у вас четыре или три было экспедиции? Четыре экспедиции, да? Было четыре экспедиции, но я думаю, что десяток уже командировок в Папуа-Новой Гвинея. Все-таки у многих скептическое отношение к тому, что это может принести экономическую пользу нашей страны. Насколько, по вашему мнению, актуально сотрудничество не только в гуманитарной, научной, просветительской сфере, но есть ли перспективы экономического сотрудничества между нашими странами, все-таки учитывая такие огромные расстояния? Ну, скепсис и скептики в основном основываются на незнании. Незнание приводит очень часто к страху. Папуаса, например, увидев Миклух Маклая белый цвет кожи, испугались и даже направили на него стрелы. Но Миклух Маклая, если вы помните, лег и сказал все нипочем. Поэтому для скептиков у меня есть определенная информация кратко. Значит, во-первых, остров самый крупный в этом регионе. Это второй остров по величине в мире после Гренландии. Но как государство это самое крупное. Экономически он находится в положительном сальдо с Китаем. Кто понимает? То есть он продает Китаю больше, чем покупает у Китая. Притом нефть. Жиженный природный газ. Золото в десятку входит по древесине. Практически сразу после России. Несмотря на то, что территории у нас многим больше. И все это очень удивляет. Опа! Ничего себе! То есть, разумеется, после строительства инфраструктуры и далее, я уверен, что Папу Новый Гвинея, конечно, будет одним из лидеров этих регионов. А при ее политике Джеймса Марапа, это друзья всем, враги никому, который позволяет коммуницировать с бизнесом из разных стран. В том числе, после наших переговоров с ним во время официального завтрака в парламенте, он официально заявил о том, что он рад будет сотрудничеству и компании, которые придут, будет оказано благожелательное взаимодействие для того, чтобы работать в Папу Новый Гвинеи. Поэтому скептикам стоит попробовать и не бояться сделать первый шаг. Я должен вам сказать, что один из первых пунктов не бояться, наверное, это просто посетить эту страну. Вот когда мы отправились в 2017 году, мы шесть дней, представляете, были в аэропорте, потому что мы не могли влететь. Оказывается, бумага, по которой мы влетали, не соответствовала тем определенным параметрам. В 2019 году, если точно, в 2018-2019 уже время прошло, была открыта возможность получения визы для россиян онлайн. Это серьезная работа Сэра Питера Бартера и фонда Миклухамакла и, конечно, посольство тоже участвовало, российское. Сейчас вы можете получить эту визу очень быстро, а это, соответственно, туризм, взаимодействие, познание и, конечно же, это упрощает все. Перспективы именно туристического направления развития. Конечно, у нас достаточно немало россиян посещает Папу-Ново-Гвинея. Я в коммуникации с миграционной службой, и они просили оказывать визовую поддержку тем людям, которые заинтересованы в визовую поддержку и консультацию, в первую очередь, тем людям, которые заинтересованы оказаться в Папу-Ново-Гвинеи. То есть, если мы как фонд даем консультацию по тому, как, где лучше, какие есть традиции, ну, кстати говоря, этим можно ознакомиться на сайте благодаря нашим фильмам, то мы можем также направить письмо в миграционную службу, которую она принимает от нас для того, чтобы наши российские уже подготовленные граждане, знающие, как себя вести, знающие первые слова, хотя бы как здравствуйте сказать, правильно, джамлябелен, канабелен, вот уже можно учить, но это на Бунгуанском, это только если мы едем туда, там для тысячи человек буквально это пойдет, для всех остальных они не поймут. И, соответственно, конечно же, это все развивает и отношения, и возможности для ученых посещать этот регион. Ну, вот я вам должен сказать, что российские кабинеты, о котором говорилось, это тоже открыто, он был после непосредственно визита на саммите АТЭС, и после наших серьезнейших культурных программ, мы занимались там культурными проектами, я могу сказать, что ко мне подошли, очень удивились, сказали, у вас тут так много российских компаний, очевидно, работают. Я говорю, откуда вы решили, у вас такое серьезнейшее освещение, везде говорят про Россию. Я говорю, мы просто имеем исторические и культурные связи, вот важно использовать момент. Конечно же, момент вот этих вот хороших дружеских отношений, благошелательного и доброго отношения со стороны Папула-Новой Гвинеи, и, конечно же, то, что у вас здесь, у нас здесь, есть в России, есть фактически белый папуас. Я думаю, Джек подтвердит, что приезжая в Папула-Новую Гвинею, мне все знают, что я как Папула-Новый Гвинеец. У нас те же самые хижины, мы также живем, и я тем самым могу представлять уже и рассказывать нашим россиянам о том, как комфортно и безопасно быть Папула-Новый Гвинеи на территории Папула-Новой Гвинеи. Если мы будем говорить о возможности проектов, которые у нас есть, значит, я должен вам сказать, что семь лет прошло с 2017 года, и можно подвести итог, что на базе, благодаря работе фонда, было основано научное направление более активно, потому что ученые начали ездить, это Центр изучения Южно-Отехьянского региона, Института Востоковедения, который я возглавляю, он был сделан именно по той причине, что есть активная работа. На основе, на базе Центра, фонда, Института Востоковедения уже сделана ассоциация, она объединяет еще больше людей, и здесь мы говорим не только о Папула-Новой Гвинеи, наши проекты, вот как хорошо Игорь Владимирович рассказал о наших проектах, которые мы делали с Малайзией, Камбоджей, Сингапуром, мы делали проекты с Австралией, сейчас у нас были, было во время моей экспедиции в Папула-Нову-Гвинеи, некоторое время посещение Австралии между экспедициями. Мы там организовали в школах интереснейший курс изучения русских географических названий, истории, культуры именно для обучающихся русскому языку, и там их немного, там их немало. Это тоже определенная возможность расширения границ не только работы именно через Папула-Нову-Гвинеи, но на примере очень хорошем, как можно использовать те знания, которые у нас есть, не только для написания статей, не только для публикаций хороших, великолепных, а как эти публикации вводить в жизнь. И вот здесь, конечно же, эта вся работа произведена, мы говорим, фондом, за этим стоит много коллег из Института Востоковедения, Института этнологии и антропологии, из Кунцкамеры, которые ездили с нами, Московского государственного университета, коллеги из многих университетов, которые в Санкт-Петербурге, в Москве, в других регионах, которые сотрудничали и сотрудничают с нами по международным проектам. Это все общая работа, но мы делаем это за счет того, что представляем это в привлекательной форме. И Папу Новогвинеевскую сторону я должен поблагодарить, Джек, Симбу, большой друг губернатора, Маданга, который направил письмо официальное для сотрудничества. Но я вам должен сказать, что это большое дело. Благодаря инициативе Папу Новогвинейцев Берег Маклая, который сейчас пока на карту Край Кост, они называют Маклай Кост, Берег Маклая. Я об этой инициативе рассказал уже нашему губернатору и топонимической комиссии. Как так? В Папу Новогвинеи есть Берег Маклая, а в Санкт-Петербурге нет. И вот в Санкт-Петербурге появилась набережная Миклуха Маклая. То есть и Папу Новогвинейцы помогают нам помнить нашу историю. Мы их знакомим с их культурой. А они говорят, извините, ребят, ну как так? Вы что-то много говорите о Миклухе Маклая у нас Папу Новогвинеи, а где он здесь у вас, в Санкт-Петербурге-то? Правильно? Да? Вот памятник, кстати говоря, мы не обсуждали, но это можно обсудить. Да. Поэтому я должен, подводя итог, говоря о семи лет, о семи годах, когда мы начали с абсолютного нуля. И ночевки в аэропорту, потому что нам не давали возможности въехать в страну, что сейчас, на данный момент, конечно же, фонд Миклуха Маклая, за которым стоит большая команда и Папу Новогвинейцев, и россиян, и большое количество партнеров, друзей, действительно является драйвером отношений в Папу Новогвинеи и во многих странах этого региона. Поэтому мне приятно поблагодарить и команду, которая работает, и моих партнеров, и друзей, в том, что действительно благие намерения и доброжелательные, открытые отношения позволяют выстраивать такую хорошую, великолепнейшую связь. Но я вам должен сказать, что у нас проект это не заканчивается. Меня спросили о том, подвести итоги. У нас проект это начинается. В марте-апреле планируется. Я надеюсь, что мы сейчас доработаем следующую экспедицию уже тоже в Папу Новогвиней по развитию, по изучению следующих уже интересных регионов в стране. И это позволит, конечно же, в ходе этой экспедиции тоже познакомить с тем, что у нас уже сделано в России. А в России много что делают по популяризации этого направления. И я должен вам сказать, что здесь самое главное для скептиков, мы же со скептиков начали, сделать первый шаг и не бояться. У нас есть несколько вопросов, уточняющих. Когда именно вы открыли кабинет фонда в Папуа? Когда кабинет у нас открытили? У нас открылся российский кабинет, он так иногда называется российский кабинет. Или же мы его называем Russian Con, российский уголок, что более понятно, потому что, ну, для нас может быть официально. Мы его открыли после саммита от ЭС, там были правительственные делегации, между прочим, самая крупная компания русских, которая одновременно была в Папуа-Новых Гвиней. И после этого, ну, что делать? Было поручение открыть кабинет. Кабинет открыли, великолепнейший кабинет с в основном Папуа-Новых Гвинейца, жители Порт-Морсби. Вот. Кабинет требует дополнительного финансирования для того, чтобы его поддерживать на хорошем уровне. Поэтому там на сайте фонда есть сверху кнопка такая «Поддержать». И это позволит поддержать и кабинет в том числе. Скажите, вот последние экспедиции вы снимали фильмы? И будете ли делать? Сколько у вас фильмов? Фильмов восемь. Три из них этих фильмов у нас вышли на телеканале «Культура» федеральном. Я режиссер-документалист еще, получается, но вынуждена по причине того, что нужно было достоверно освещать факты о Папуа-Новых Гвинее. А лучше нас никто не знал. И лучше меня вот по этой части. И поэтому, конечно же, мы с командой сделали эти фильмы. Но я вам должен сказать, что в последнем, в последней экспедиции мы перешли на новый формат. Дело в том, что поскольку в самой последней экспедиции я был один, ну, с моими коллегами Папуасами, которые были со мной Папуа-Новогвинейцами, я делал короткие заметки. Вот сейчас у нас порядка 850 минутных роликов о реальной жизни Микуха-Маклая Папуа-Новогвинейцами в ходе экспедиции, о реальной жизни Папуа-Новогвинейцев, о реальных этих традициях. И это сделано в удобном формате. Мы же должны идти в удобное в унисон времени. Поэтому через некоторое время, вот мы их готовим, правильно через некоторое выпустим, но извините, пожалуйста, у нас будет около тысячи, вот сейчас мы доработаем, около тысячи. Это вот как раз смотреть, если каждый день, три года. Три года смотреть. Представляете? Тысяча минут. Но сейчас уже 750 лежит. Но доработать надо. Опять же, сверху кнопка поддержать. И все. И мы доработаем дальше. Без вопросов. И вы сможете увидеть это все через некоторое время, как это называется, в социальных сетях. Вконтакте, например. У нас, кстати, большая группа и далее. И это уже другой формат видео, такого короткого, который погружает в то, чтобы уже вернуться к более серьезному. Поэтому документальные фильмы, отснятые сейчас, сделан последний фильм «Берег Маклая». Он представлен, кстати, в этом году премьерой. Поэтому, ну, немножко подождите, хотя бы год, перерыв. сделаем еще один после того, как досмотрим наши ролики минутные. А это все, кстати говоря, у нас на канале нашего фонда, на сайте. То есть, вы можете спокойно с этим материалом знакомиться, даже если вы нас не поддерживаете финансово. Вы смело можете смотреть все это безвозмездно. Но если вдруг захочется, то вы всегда это можете сделать. А какие рекомендации вы могли бы дать российским путешественникам? Вот мы захотим, допустим, полететь туда. Ну, во-первых, немножечко надо почитать о наших друзьях Папуново-Вагвинейцах. Это уникальный и интереснейший народ, разговаривающий на большом количестве языков. Но английский практически знают все. По крайней мере, наши русские и английские все поймут. И мы их тоже. И я бы отправился, конечно же, в Маданг. В Маданг для того, чтобы посмотреть, как там проживал Миклуха Маклай. Там передоброжелательным образом вас встретят, если вы скажете русский, если вы еще скажете, что вы читали дневники Миклуха Маклая, ну, тут будет вообще открыто все. Вот. Абдул... А? Ну, некоторые, некоторые, да, могут... Выдок, это вообще сразу же вам дверь открыта. Но я бы посмотрел бы, конечно, потрясающая температура. Понимаете, например, 25-27 градусов круглый год. Вот нет вопроса по поводу зима-лето. Вот в Австралии люди мучаются, вы понимаете, они рядом с Антарктидой, там то холод, то зима. Надо выбирать время, когда ехать, город. Хотя вот вроде недалеко. Ну, настолько, вы знаете, вот я в перерывах между экспедициями Папуа приехала, я не понимаю, вот я понимаю, теперь откуда уги и все вот эти вот теплые одежды. Там просто холодно. А в Папуа, на Вагвине всегда тепло. Да? Спасибо большое. Есть еще вопросы у нас? Нет? Я хочу поблагодарить наших участников всех абсолютно за участие в этой пресс-конференции, за очень интересный рассказ. И большое спасибо и Джеку Симбу, и нашему Игорю Владимировичу Бондарчуку, и Олегберу Колобековичу Олегберова, и также Николаю Николаевичу Миклухимаклаю, а также нашим переводчикам Ине Черненко, и Мирзо, и Соеву. Большое вам спасибо. Мы надеемся, что следующие экспедиции будут такие же насыщенные, но жизнь и жизнь фонда и пропаганда вот этих замечательных традиций, познавательные вещи и дипломатические связи, это все замечательный результат того, как дел... что и как делают энтузиасты. Большое спасибо вам за это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok